Добрый день, дорогие друзья! С вами Оксана Федорова и проект «Моя Россия. Музыкальное путешествие». В 2023 году Россия и весь культурный мир отмечает 150-летие со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Этот великий оперный артист покорил весь мир своим уникальным голосом и ярким артистическим талантом. Блистал на сцене Большого Мариинского театра, а также Метрополитен-опера, став мировым символом русской культуры. В конце 19 века 17-летний Федор Шаляпин прибыл в небольшой провинциальный город Уфу, на берегу реки Белой, чтобы осуществить свою мечту стать настоящим оперным певцом. Именно здесь молодой артист впервые исполнил сольную партию в опере, увидел свое имя на афишах и получил свой первый солидный гонорар. И сегодня мы с вами совершим телепутешествие по маршрутам юного Шаляпина. Увидим улицы, где он гулял, дома, где он жил, театральные площадки, на которых выступал начинающий артист. В самом центре Уфы расположен памятник Шаляпинам, уникальность которого в том, что будущий первый народный артист республики изображен здесь совсем юным, в самом начале своего творческого пути. Скульптор Рустам Хасанов изобразил певца взволнованным и вдохновленным мечтами о сцене. Он словно замер, трепетно ожидая реакции зрителей. При создании образа певца авторов консультировала дочь Шаляпина – Марина Федоровна Шаляпина Фредди. Она говорила, в скульптуре не должно быть пафоса, ни фрака, ни поддевки, а просто рубашка, как у Байрона. Место установки памятника очень символично. Рядом находится здание бывшего дворянского собрания, где выступал молодой артист. А напротив – Башкирский государственный театр оперы и балета, построенный в начале XX века в подражании Миланскому театру Ласкало. И молодой певец словно смотрел в свое будущее. В Уфе состоялся российский дебют Шаляпина, а в Милане – дебют зарубежный. В 1901 году Шаляпин впервые выступал за границей на сцене Ласкало в опере «Мефистофель» Ориго Бойта. Свои чувства от этого выступления он передал так. Начался спектакль. Я дрожал так же, как на первом дебюте в Уфе в Гальке. Так же не чувствовал под собой сцены, и ноги у меня были ватные. А пока мы перенесемся в 1890 год на берег реки Белый, где к Сафроновской пристани причалил пароход, на палубе которого стоял никому неизвестный Федор Шаляпин. Как же Шаляпин попал в Уфу? Леты 1890 года он провел в Казани. Работы на тот момент у юношей не было, денег тоже. За плечами подработка в церковных хорах и нерегулярные выступления на сценах городских театров в качестве статиста. Иногда хориста. И вот однажды товарищ подсказал Федору. Семенов Самарский набирает хор для гастролей в Уфе. Просись к нему. Семен Яковлевич Семенов Самарский был известным в то время драматическим и оперным артистом, выступавшим в разных городах России. Вместе с партнером Василием Перовским он организовал антрепризу «Русская комическая опера и оперета». И арендовал на зимний сезон один из уфимских театров. Это был интересный мужчина с нафабринными усами. На сцене он держался, как рыба в воде. И чрезвычайно выразительно пел баритоном в «Нищем студенте». Барыни таяли перед ним, яков воск перед лицом огня. Вспоминал Шаляпин много лет спустя. 17-летний юноша очень смущался во время прослушивания и даже прибавил себе два года, стараясь попасть в труппу. А когда речь зашла о гонораре, он вдруг заявил «Мне не надо, я без жалования. Конечно, денег у меня никаких нет, мне нужно, чтобы как-нибудь прожить, не очень голодая». Ему Симонов Самарский положил жалование 20 рублей. За 14 они сняли с головы, с другом комнату здесь в уфе. Он пришел к Самарскому и сказал, что я же все уже устроился, остальные уже лишние. И тогда ему Симонов Самарскому и сказал, что вы чудак. Так он оказался на борту парохода, направлявшегося к уфе. Растаяли в речной дымке знакомые виды Казани, а впереди ждала неизвестность. В книге «Страницы из моей жизни» Шаляпин вспоминал. Ночью мне не спалось. Вышел я на палубу, поглядел на реку, на звезды. Вспомнил отца, мать, мне стало грустно, и я запел. Ах ты ноченька, ночка темная. Пел и плакал. 9 сентября 1890 года сошел на Уфимскую пристань долговязый юноша. Одет он был плохо. Вместо пальто на плечи наброшена старенькая шаль. Вместо багажа узелок с вещами. Это был Федор Шаляпин, будущая мировая звезда. Идти Федору к центру города пришлось по густой слякоти пешком. Ведь даже денег на извозчика у него не хватало. В Уфе Шаляпин с товарищем сняли комнату и сразу же приступили к репетициям в зимнем городском театре. Зимним, потому что в холодное время года он отапливался печами. История первого театрального здания в Уфе связана с семейством Аксаковых. Оно было построено еще в 1861 году в губернаторство Григория Аксакова, сына известного писателя, автора сказки «Аленький цветочек». А инициатором постройки стала его супруга Софья Александровна. В ее честь сквер вокруг театра был назван Софьяным садом. Кстати, в этом самом саду был построен театр, в котором пошел дебют как солист и Федор Иванович Шаляпин. Собственно, если бы не было сада, может быть, не было бы театра, может быть, и не было бы дебюта Шаляпина в Уфе вообще. Это название сохранилось и во времена Шаляпина, когда старое здание уже сгорело, а на его месте главный архитектор Уфы возвел новый двухэтажный театр на 800 мест с ложами, бельетажем и галереей. Федор Иванович выступал уже в другом здании, которое уфинцы очень быстро отстроили. Оно было двухэтажное, большое. Но, к сожалению, уже после отъезда и Федора Ивановича, и уже, конечно, когда здесь не было Аксаковых, оно еще раз сгорело. Софьи на саду уже давно нет, а вот примыкающая к нему Софьюшкина аллея хранит имя и память Софьи Аксаковой. Место в данном случае знаменито тем, что здесь тоже любил гулять Шаляпин. Оно пропитано, вот история, оно пропитано духом тех великих людей, которыми славится наша Уфа. 26 сентября, спустя неделю после прибытия в Уфу, Шаляпин уже выступал на сцене. Сезон открылся комической оперой певец из Палермо. Шаляпин вспоминал об этом выступлении. Когда хор позвали на сцену, я встал в первом ряду и принял надлежащую испанскую позу. Выставил ногу вперед, руку фертом положил на бедро, гордо откинул голову. Но оказалось, что эта поза свыше моих сил. Нога, выставленная вперед, страшно дрожала. Тогда я позорно спрятался за хористов. Уже через месяц начинающий хорист освоился и выходил на сцену без дрожи в коленях. В октябре он играл контрабандиста в оперете «Гаспарон. Морской разбойник». В ноябре принял участие в благотворительном спектакле в пользу уфимских детских приютов. Шаляпин был весь поглощен театром. Своей давней заветной мечтой служить искусству. Он пропадал в театре с утра до ночи. Помогал рабочим устанавливать декорации, таскал ящики с костюмами, наливал керосин в лампы, подметал в сцену. Труппа жила дружно. Это был единственный сезон в моей жизни, когда я не видел, не чувствовал зависти ко мне и даже не подозревал, что она существует на сцене. Писал Фёдор Иванович Шаляпин, вспоминая много лет спустя уфимский период. В составе труппы было несколько довольно известных актёров того времени, работавших в различных российских антрепризах. Сам Семёнов Самарский – певец-баритон и драматический артист. Примадонна труппы Нина Терычиана. Комический актёр и автор пьес Михаил Жилин. Наконец, тенор Иван Пеняев, ставший в Эфе близким другом Шаляпина. Уже в первые месяцы работы в труппе все оценили не только голос, но и старания молодого певца, с которым он отдавался театру. Всех покорили его увлечённость и преданность делу. Поэтому, когда в декабре, накануне премьеры оперы Станислава Манюшка-Галька, исполнитель партии Стольника отказался петь, роль предложили Шаляпину. Он был невероятно взволнован, понимая, насколько это большая ответственность. Ведь оставалось два дня до генеральной репетиции. Но вместо того, чтобы отказаться, Фёдор вдруг неожиданно для себя ответил. Хорошо. И побежал на квартиру, чтобы всю ночь провозиться с нотами, мешая спать товарищу по комнате. Дебют Фёдора Шаляпина состоялся 18 декабря 1890 года. В тот день он заранее пришёл в театр и начал гримироваться, старательно пытаясь превратить худого, светловолосого юношу в солидного польского магната. Позже Шаляпин с улыбкой вспоминал, я наклеил нос, усы, брови, намазал лицо, стремясь сделать его старческим, и кое-как добился этого. Но необходимо устранить мою худобу. Надел толщинку, вышло нечто отчаянное. Живот точно у больного водянкой, а руки и ноги как спички, хоть плачь. Несмотря на отчаянное волнение и скованность, голос молодого певца звучал в тот вечер свободным. Когда после арии раздались аплодисменты, Шаляпин даже не поверил, что они адресованы ему. Но дирижёр зашептал, кланяйся, чёрт, кланяйся. Отвешивая поклоны во все стороны, артист отступил к своему креслу и хотел было сесть, но один из хористов отодвинул в шутку кресло. И стольник приземлился на пол под громовой хохот зала. Он там кланялся в ходе дебюта, осчастливленный, что он это сделал наконец. Ему стали аплодировать, и в этот момент кто-то из хористов стул отодвинул. И вот представьте, двухметровый парень в толщинках, в гриме. Это баланс, чтобы, как сказать, взлетел и точно сбалансировать ситуацию. Самое главное, какой Шаляпин сделал вывод из этого. Он тогда-то поплакал в Уфе, а потом в воспоминаниях написал, что я понял тогда на всю жизнь, что нельзя занимать чужого стула, и надо всегда оглядываться, что там позади тебя. А вскоре ему представился случай попробовать себя и в качестве драматического артиста. В спектакле по пьесе Гоголя «Ревизор» Шаляпину досталась роль полицейского Держиморды. В Уфе многое было впервые для Федора Шаляпина. И даже первый в жизни бенефис, а в будущем их будет великое множество, предложили Шаляпину именно здесь. За две недели до прощенного воскресенья антрепренер сказал ему, вы были полезным членом труппы и в благодарность дал выбрать для бенефисного спектакля любое произведение из репертуара. «К концу сезона у меня развилась храбрость, вероятно, граничащая с нахальством», – писал Федор Шаляпин в своих мемуарах. «У меня уже давно таилась в душе мечта спеть неизвестного в Аскольдовой могиле, роль которую всегда пел сам Семенов Самарский». Тот был несколько удивлен, но пошел навстречу. Так для бенефиса Шаляпина была выбрана опера Алексея Верстовского «Аскольдова могила». Любопытно, что популярнейший композитор XIX века Алексей Верстовский тоже связан с Уфой. Здесь он провел свое детство, дебютировал как исполнитель и сочинил первые пьесы. 3 марта 1891 года в своем бенефисе Шаляпин отлично исполнил вокальную партию неизвестного. Правда, в речитативах он по-волжски «окал», чем вызвал улыбки в зале. Но после «Арии» в старину «Живали деды» получил бурные аплодисменты. «После этого я решил, что мне необходимо учиться говорить по-барски на «А», – вспоминал Федор Иванович. И впоследствии действительно покорял всех своим изумительным чистым произношением. Бенефис несколько выправил его материальное положение. От сбора поступило 30 рублей, от публики в конверте 50 рублей, да еще подарили серебряные часы с крышкой на стальной цепочке. Впервые Шаляпин ощутил себя богатым. Такой суммы у него никогда не было. Молодой артист наконец-то купил себе пальто. До сих пор, несмотря на морозы, он бегал в пиджаке, накрывшись шалью. Купил кожаную куртку, сапоги и перчатки. А дирижер Абрам Семенович Апрельский подарил ему картуз. Вот что пишет Шаляпин в книге «Страница из моей жизни». Напялив на себя все это великолепие, я отправился гулять по главному. И каждый раз, когда встречный человек казался мне заслуживающим внимания, я небрежно вытаскивал из кармана мои часы и смотрел который час. Очень хотелось, чтобы люди видели, что я при часах. Чувствовала я себя тогда совершенно счастливым. Исполненный радостных чувств, Шаляпин зашел в уфимское фотоателье Анисимова на улице Казанской и сделал первую в жизни фотографию. На карточке проставлена дата. 13 февраля 1891 года. День рождения Федора Ивановича. Молодое дарование было замечено уфимским высшим обществом, не пропускавшим ни одного спектакля в городском театре. Своей постоянной театральной труппы в Уфе не было, но музыкальная жизнь города была насыщенной и достойной. Ее центром было общество любителей пения, музыки и драматического искусства. За время своего существования общество дало сотни концертов в здании дворянского собрания. Звучала музыка Доргомышского, Глинки, Верстовского, Чайковского. Читались произведения Тургенева, Некрасова, Грибоедова. Ставились спектакли по пьесам Гоголя, Островского, Чехова. Возглавляла музыкальное отделение общества Варвара Дмитриевна Паршина. Она была выпускницей Петербургской консерватории по роялю и по классу пения и успешно преподавала в Уфе. Недавно в одном из архивов я нашла уникальную фотографию, которую еще никто не видел. Это фотография первой учительницы Шаляпина. Мы все знаем, что у него был Дмитрий Усатов в Тифлисе. Про это везде написано. Но была еще такая женщина Варвара Дмитриевна Паршина у Фимка, которая увидела его на сцене здесь в театре и поняла, что этому голосу чудесному нужна огранка. И она сама пригласила его заниматься, занималась у себя на дому с ним, вплоть до его отъезда из Уфы. У Варвары Паршиной было прекрасное музыкальное чутье. И, услышав Шаляпина на сцене, она была поражена этим сильным, необыкновенного тембра голосом. Она предложила ему заняться постановкой голоса. Федор стал посещать дом Паршинах, брал уроки и готовился здесь к ответственным партиям. Так Варвара Дмитриевна стала первой учительницей пения будущей мировой знаменитости. Зимний сезон подходил к концу. В марте 1891 года труппа Семенова Самарского отыграла свой прощальный спектакль. Но здесь произошло еще одно событие, которое сохранилось в шаляпинской биографии со словом «Впервые». Антрепризу пригласили выступить в уральском городке Златоусте. На первые в своей жизни гастроли Шаляпин ехал в поезде по новой железнодорожной ветке «Самара-Златоуст». Впечатление от этой поездки артист сохранил на всю жизнь. «Я впервые ехал по железной дороге. Было интересно следить, как мимо поезда течет земля серым потоком, мелькают деревья, золотыми нитями пронизывают воздух искры». За неимением театра концерт проходил в помещении Арсенала. Выступления проходили в одном из высоких парадных залов. В программе были концертные номера и фрагмент оперетты Афенбаха «Синяя борода». И вдруг выяснилось, что главного атрибута «синей бороды» нет. И сделать ее не ищего. Шаляпин, не задумываясь, нашел выход. Отрезал свои волосы, выкрасил их в синий цвет и предложил Семенову Самарскому. И в этом жесте была не только его преданность театру, но и искренняя благодарность антрепренеру. После окончания сезона все артисты разъехались. Кто домой, кто на очередные гастроли. Один Шаляпин вернулся в Уфу. Теперь уже без работы, без товарищей и почти без денег. Заработанного ему хватало только на еду и оплату небольшой комнатке в доме уфимского столоначальника. В Уфе сохранился единственный дом, где снимал комнату Федор Шаляпин. По адресу улица Гоголя, 1. Кровать, небольшое зеркало, столик, за которым под негромкое пение самовара при свете керосиновой лампы Шаляпин вечерами разучивал арии. Вот и вся обстановка. Для начинающего артиста, как писал Шаляпин, это была жизнь достаточно роскошная. Этот уголок старой Уфы насыщен шаляпинскими воспоминаниями. По реке он катался на лодке с друзьями лунными вечерами, распевая народные песни. Все ближайшие улочки и аллеи обошел пешком в своей неизменной кожаной куртке и с модной в то время тросточкой. Но Шаляпина в Уфе не забыли. И уже совсем скоро он был приглашен выступить в дворянском собрании. Общество любителей пения музыки и драматического искусства пригласили его спеть в концерте. За несколько дней была назначена репетиция. Но вдруг у молодого баса пропал голос. Лечение не помогало. И он решился попробовать народное средство. Гоголь-моголь. Гремучую смесь из сырых яиц, сжженного сахара и коньяка. Ну и неровная походка идет на репетицию. Его встречает распорядитель. Ну, сразу видит, что молодой Федор не способен сейчас участвовать в репетиции. Говорит, ну, ты, дорогой, иди домой, проспись. А потом, значит, уже придешь завтра, и мы будем репетировать. Много лет спустя Шаляпин рассказал эту историю своему хорошему приятелю, писателю Александру Куприну. Так в русской литературе появился комический рассказ Гоголь-моголь. Концерт в дворянском собрании все-таки состоялся. И Шаляпин спел партию старого слуги в отрывке из оперы «Демон». Также он репетировал роль Мефистофеля, которую должен был исполнить в тот же вечер, 6 мая 1891 года. Уфимские дворяне оценили талант молодого артиста и хотели удержать его в городе. Шаляпину обещали содействие в поступлении в Московскую консерваторию. А пока устроили писарем в Уфимской губернской земской управе. Уж не скажу ненавидел, но очень не любил. Очень, потому что в Казани приходил с писарем. Такое большое творчество, нужно было. Да, это скучнейшие такие бумаги, эти вот всякие раздоры, распри. Это ему было совершенно неинтересно. По выходным и праздникам Шаляпин подрабатывал пением в Уфимских храмах, в Кафедральном Воскресенском соборе и Ильинской церкви. Перед вами здание бывшей земской управы. Здесь в 1891 году в канцелярии служил писарем Федор Иванович Шаляпин. Переписывая бесконечные скучные цифры в отчетах, он порой бросал тоскливый взгляд в окно в сторону пустующего городского театра и мечтал о сцене, о Москве, о славе. Символично, что в год 150-летия Федора Шаляпина здесь открывается мемориальная доска в память о недолгом, но ярком пребывании великого артиста в Уфе. Мечта о московской сцене казалась далекой. Прозябание за канцелярским столом стало невыносимым. А мир театра неодолимо манил. И однажды Шаляпин решился бежать. Он взял в управе суду в 15 рублей, собрал свои скромные пожитки и купил билет на пароход. А на рассвете в начале июня отплыл по Белой, с той же Сафроновской пристани, куда прибыл 9 месяцев назад с мечтой выступать в театре. Мечта сбылась. Из безвестности, из трудных дней юности Федор Шаляпин шагнул на театральные подмостки и впервые почувствовал себя настоящим артистом. Тогда, в 1891 году, он не мог знать, что спустя совсем немного времени после Уфы его ждет всероссийская слава, а затем и мировая. Что он совершит переворот в искусстве, создаст непревзойденный эталон оперного артиста и станет легендой. В книге-странице из моей жизни Шаляпин писал, «Буфе» я уже вдохнул пыль кулис, уже узнал завлекающий гул с зала перед поднятием занавеса и, главное, цвет рампы. Артист помнил город своего дебюта. Всю жизнь юбилеи его сценической деятельности всегда считались от даты 18 декабря 1890 года. На фасаде бывшего дворянского собрания в 1967 году была открыта первая в России мемориальная доска Шаляпина. Особую торжественность открытию придало участие дочери артиста Ирины Федоровны. Она побывала у дома, где жил отец, и выразила мечту о создании в Уфе музея Шаляпина. В 90-е годы этой работой активно занялась уфимская подвижница Галина Александровна Бельская, создавшая в городе Шаляпинский центр. Она просто в таком очень активном напоре привлекла нашу кафедру, кафедру истории музыки к активной очень деятельности по поводу изучения Шаляпина, по поводу повреждения о нем в различных научных симпозиумах. И мы с ней вместе проводили шаляпинские чтения. Она же вдохновила на присвоение имени Шаляпина концертному залу Института искусств. Это произошло в 2000 году, в юбилей его оперного дебюта. Это здание уникальное, старинное. Это единственное здание, стены концертного зала, которого слышали голос Шаляпина. Нам это очень важно, мы дорожим этой памятью, и концертный зал носит имя Шаляпина, и мы продолжаем вот эту память сохранять, множить. Для нас, для уфимцев, важна эта история, поскольку мы ежегодно проводим фестиваль, связанный с Федором Ивановичем Шаляпиным, и мы, конечно же, приглашаем наших замечательных гостей, прежде всего басов, и в нашем репертуаре такие спектакли, как «Князь Игорь», такие спектакли, как «Фауст», знаменитый спектакль «Дон Кихот», который написал по предложению Федора Ивановича Шаляпина, а Масте написал для него эту замечательную историю «Дон Кихота». «Дон Кихота» «Дон Кихота» У Шаляпина, я думаю, самой знаменитой и выдающейся ролью является роль Бориса Годунова в опере «Борис Годунов» Мусерского. Наверное, да, самая гениальная роль, исполненная Шаляпиным. Остались даже записи, и, вы знаете, веет масштабностью, веет тем временем, той легендарностью. Даже, да, дух эпохи. Радмир Рафилович, мы просто несказанно счастливы, что мы в Уфе проводим съемки нашего проекта. В следующем году вы будете праздновать юбилей. 450-летие для всей республики, вообще это событие федерального масштаба, достаточно для нас значимое, и мы стараемся все наши сильные стороны укрепить. Безусловно, Уфа и республика подарила множество талантливых людей мировому сообществу, мировой культуре. И имена, такие как Федор Иванович Шаляпина, Рудулевна, и все они связаны с Уфой. И сегодня дух наших великих поэтов, композиторов, певтеров, музыкантов в Уфе, он присутствует. И такие даже небольшие мероприятия, как открытие мемориальной доски, 14 раз подряд мы проводим открытый городской конкурс, межреагональный, для того, чтобы наши дети участвовали. Мы раскрываем новые таланты, смотрим на нашу молодежь и, безусловно, даем энергию, открываем дорогу в жизнь, раскрывая самые сильные стороны наших детей. И не только это, в следующем году в рамках 450-летия откроется новый музей Федора Ивановича Шаляпина. Спасибо вам еще раз большое. Уфа готова. Приглашаю всех посетить Уфу. И мы, безусловно, всегда рады гостям. Мы находимся в Национальном музее Республики Башкортостан. В красивейшем здании бывшего крестьянского поземельного банка. На уникальной выставке «Шаляпин» в Уфе. История великого дебюта. Представлены материалы из фондов будущего музея Шаляпина, открытие которого состоится уже в ближайшее время. Много лет уфимцы мечтали открыть в городе музей Шаляпина. И в год 150-летия артиста соответствующее решение было принято. Музей «Шаляпин» в Уфе расположится вот в этом восстановленном купеческом особняке. Это будет современный интерактивный проект, дополненный мемориальными уголками. И все приезжающие туристы, как и мы с вами сегодня, смогут познакомиться с Шаляпинской Уфой. В его фонды войдут огромное количество экспонатов. Это более 500. И они собирались более 30 лет уфимскими энтузиастами. Часть этой коллекции была на выставке «История великого дебюта» в Национальном музее. И за полтора месяца собрала более 11 тысяч посетителей. Это будет пятый в России музей Шаляпина после Москвы, Петербурга, Казани и Кисловодска. У нас будет совершенно необычный ракурс. Мы показываем такого Шаляпина, которого не показывает никто. Это не мировая знаменитость, это не легенда оперы и театра. Это юноша, никому неизвестный, который снимает с другом комнату в Уфе, который пробует себя в разных ролях, скучает по родителям, сплавляется по белой с девушками, поет песни лунными ночами. Это юный Шаляпин. И музей, который мы создаем, он тоже в первую очередь про юность, про молодость. Он про мечты, и он посвящен молодежи. То есть мы хотим, чтобы каждый молодой человек, который приходит в себя, чтобы он вдохновлялся шаляпинской историей и думал, а может быть, эта история про меня. Может быть, я тоже буду трудиться, учиться, верить в себя, и я смогу. И нам бы очень этого хотелось. Друзья, сегодня мы с вами совершили музыкальное путешествие по столице Башкирии Уфе. Городу, который дочь великого артиста и музыканта Федора Шаляпина Ирина назвала колыбелью его творческой жизни. Музеи, скверы, набережная и театры хранят память о том, как проходило творческое становление одного из самых великих оперных певцов России 20 века. Все программы проекта «Моя Россия. Музыкальное путешествие» доступны на сайте музыкальнопутешествие.рф, а также масса полезной информации, онлайн-квизы и маршруты для путешествий по местам музыкальной силы нашей страны. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. До новых встреч! Очень черная, очень скучная, очень страшная и прекрасная, Как люблю я вас, как пою я вас, Значит, увидел вас, я не вновь рычок. Очень черная, очень скучная, очень красная и прекрасная, И манят они страны дальние огня царь. Где любовь, где царит покой, где страданья нет, Где вражды забрят. Очень черная, очень скучная, очень красная и прекрасная, Я не вновь рычок, не встречал бы вас, не страдал бы так, Я бы прожил жизнь, улыбающись. Вы, ступили меня, очи черные, Унесли навек мое счастье, Унесли навек мое счастье, Очень черная, очень скучная, Очень страшная и прекрасная, Вы, ступили меня, очи черная, Унесли навек мое счастье, Очень черная, очень скучная, Очень страшная и прекрасная, Как люблю я вас, как боюсь я вас, Знать, убить я вас, я милую вас. Субтитры создавал DimaTorzok